В конце февраля в Германии появится вакцина Novavax. Она может стать альтернативной для скептиков, поскольку основана на технологии отличной, доступных в настоящее время препаратов МРНК. Министры здравоохранения федеральных земель считают, что Novavax должен преимущественно предлагаться непривитому медицинскому персоналу. У всех, кто привился только дважды, дата истечения срока действия сертификатов в РГ наступит 1 февраля. Затем сертификат будет действителен не один год, а только 270 дней. Изменения коснутся около 21 миллиона человек в Германии. Они потеряют свой статус привитых через 270 дней после второй дозы вакцины, если за это время они не прошли ревакцинацию. Австрия предлагает Германии ПЦР-тесты горла, которые позволят разгрузить немецкие лаборатории. Они дают возможность людям самим брать образцы для анализа на ковид. Сейчас в Вене более 300 тысяч людей каждый день используют такие для проверки себя на коронавирус. Это больше, чем по всей Германии. Городские власти Вены оплачивают производителю ПЦР-тестов для горла 6 евро за один комплект для анализа, что намного меньше, чем приходится платить поставщикам подобных тестов в ФРГ. К другим темам. Федеральное правительство из-за пандемии продлило срок подачи налоговой декларации о подоходном налоге на три месяца до 31 мая 2022 года. Теперь каждому налоговому консультанту не нужно торопиться в феврале этого года. Арендная плата в Германии за последнее время выросла почти на 5%. Найти подходящее жилье становится все труднее. Для сравнения, больше всего цены выросли в Берлине. Средний размер арендной платы сейчас составляет 11 евро за квадратный метр. Однако по-прежнему самым дорогим остается Мюнхен. Цена квадратного метра жилплощади здесь более 16 евро.